А у нас сегодня очень интересный сюжет. Один из молодых людей, как впоследствии выяснилось, Шамардин, он самый, неожиданно вышел на полосу движения автомобиля, а так как автомобиль двигался с минимальной скоростью, торможение остановился сразу же. Шамардин приблизился к автомобилю и инициировал ДТП, упал около правого переднего колеса автомобиля. Подсунул ногу. Под колесо. Под колесо. Как это осознанно, неосознанно, но это имеет место быть. Согласно протоколу ДТП, он был привычлен к штрафу в 1000 рублей. Молчит об одном факте. Алексей, а зачем вы бьете людей? 17.00, 16 ноября 2018 года, господин Шамардин нанес мне телесные повреждения. Друзья, меня зовут Вадим Серов, мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья. А у нас сегодня очень интересный сюжет про одного, в кавычках, замечательного человека. Здравствуйте. Поведайте нам. Добрый день, дорогие друзья, видеопользователи и радиослушатели. Я вам расскажу интересную историю, которая свершилась с моей клиенткой. Я являюсь юристом и представляю интересов граждан в судах общей юрисдикции и арбитражных судов. 6.10.2016 года в 20 часов 30 минут в районе дома 82 Паул в переулку здоровья город Воронеж был зафиксирован ДТП. В ДТП участвовал легковой автомобиль и пешеход. Угадайте, кто был пешеходом? А давайте вместе подумаем. Все правильно, Алексей Шамардин. Наша звезда местная. Да. Согласно протоколу об административном правонарушении и постановлении по административному, данный гражданин был признан виновным. Согласно данного документа, я зачту, если возможно, вслух, гражданка в своем объяснении указала, что действительно, управляя транспортным средством, двигалась в переулке здоровья. Каких-либо нарушений ПДДД не совершала. В районе дома 82 по переулку здоровья на проезжую часть вышла группа молодых людей. При этом они что-то кричали, размахивали руками. Один из молодых людей, как впоследствии выяснилось, Шамардин, он самый, неожиданно вышел на полосу движения автомобиля. А так как автомобиль двигался с минимальной скоростью, торможение остановилось сразу же. Шамардин приблизился к автомобилю и инициировал ДТП, упал около правого переднего колеса автомобиля и был... Что он? Подсунул ногу? Под колесо. Под колесо. Как это? Осознанно, неосознанно, но это имеет место быть. Вопрос в чем? Что он делал на проезжей части? Да, согласно протоколу достигнутого права нарушений, он был привлечен к штрафу 1000 рублей. Нарушитель Алексей Шамардин. 4.6. Вот и возникает у нас... Я так понимаю, там эпопея длилась... Да, 4.6 и 12.30. Да, эпопея длилась очень долго. Алексею не понравилось о том, что мою доверительницу не привлекли к административной ответственности, потому что она не нарушила закон. Но Алексей нарушил закон, и он обжаловал решение как по моей доверительнице, так и свое правонарушение. Областной суд выносил дважды решение суда свое, согласно которого первое решение суда, решение комитетовского района суда было возвращено на новое рассмотрение, где Алексей, не согласившись, требовал привлечь мою доверительницу к административной ответственности, но суд сказал, что в ее составе нет административного правонарушения. То есть в ее действиях состава нет административного правонарушения? Да, да. То есть она не нарушила ПДД и КОАП. А в действии Алексея было подтверждено действительность нарушения правил дорожного движения. Он вышел на проезжую часть. И в 4 октября 2017 года было решение отказать в удовлетворении заявленных требований, а также было решение и 29 ноября 2017 года, согласно которой моей доверительнице не было привлечено к административной ответственности. Жалобе с господином Шемардину было очень сильно отказано по причине того, что... В общем, оставили без удовлетворения. Он пытался всячески обжаловать то, что он привлекил к ответственности. Ну, как говорится, фиаско, братан. Да. Из пояснений, которые были заявлены господином Шемардиным, что он проходил лечение травм в поликлинике, что факт подтверждается ДТП о том, что имеется видео на Ютубе, согласно которому моя доверительница наехала ему на ногу. Но, скажите, пожалуйста, где это видео? Почему-то его никто не видит, его нет. Ощущение складывается, что он его скрыл или удалил. А может, он прячет? Он прячет, наверное, от правосудия. При этом, да, суд проигнорировал все его письменные ходатайства, изложенные в жалобе, как и устные, так и письменные. А именно, он просит признать факт наезда на ногу, чтобы было установлено, и ДТП также было. Тогда возникает вопрос, а зачем вы, господин Шемардин, оказались на дороге в столь темное время? Главный вопрос. Да. Зачем вы подставили ногу под колесо? Есть видео, самое страшное, Алексей, что это видео зафиксировано нотариусом. Это видео у меня есть в наличии. Но, в связи с тем, что моя довительница потерпела финансовые неурядицы, мы были вынуждены обратиться в суд о взыскании с Алексея денежных средств на оказание юридических услуг. Потому что КОАП не предусмотрено взыскания именно в данной деле. Да, суд встал на сторону Алексея. Он его пожалел и признал, что в действительности не было причины следственной связи взыскать с него эти денежные средства. Но у нас господин Алексей, кричащий и говорящий, бьющий в грудь о том, что он герой, он защитник слабых, он помогает обездоленным, он чист перед законом, молчит об одном факте. Алексей, а зачем вы бьете людей? Зачем? Вот на сегодняшний момент у нас есть талон, называется КУСП, за номером 1821, согласно которого 17.00, 16 ноября 2018 года, господин Шамардин нанес мне телесные повреждения. Видео об этом я вам, конечно же, покажу. Да его прямо сейчас вы посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Согласно разъяснению сотрудников полиции, сотрудники полиции не могут найти на сегодняшнего господина Шамардина, потому что он от них скрывается. Беглец. Беглец. Простой беглец. А в рамках чего так получилось, что он нанес вам повреждения телесные? Это здание суда. Подходил ко мне, ну как бы ввел себя не столь корректно. Пытался, ну как бы на драку, чтобы я разозлился на эмоции, всякая гадость. Все как он любит. Все как он любит. Да. Но почему-то у него не получилось. Я попросил прекратить снимоку. Дело в том, что он начал тыкать камерой. Конечно, как он любит. И, соответственно, вы сделали по аналогии с ним то же самое. Ему это тоже не понравилось. Не понравилось. Ну, он меня нанес удар локтем в горло. О чем есть также медицинские справки. Ну, я считаю, что если он мужчина, если у него есть какой-то прибор первичный мужской, я думаю, наверное, он придет извиниться, посчитает нужно принять меры. Но он не согласился. Я думал, про прибор это не про него. Не важно. Не важно. Господин Шамардин разместил на своем сайте ВКонтакте информацию о меммине. Да, о моих фотографиях разместил. А, то есть он даже разместил у себя на ресурсе. Да, у себя на ресурсе. Ну, и мне пришлось обратиться в хранительные органы. Обратился в Роскомсаднадзор, который попросил удалить данные фото, данные, как бы, комментарии, где он расписал о том, что я вот такой сладенький, я вот такой прям замечательный. То есть, может, какие-то прослеживаются ЛГБТшные наклонности? Нет, вы знаете, я не могу говорить. Ну, если любит меня человек. Ну, я бы хотел так сказать, но не будем. Не будем, да. Мы не будем говорить о том, что он может влюбился в меня, и я его, не поймите, он не в моем вкусе. Я люблю женщин. Я понял. В связи с чем, он удалил с данного ресурса, с своего ресурса данные фото и комментарии, и на сегодняшний момент находится в розыске. Кстати, вы знаете, что любой гражданин Российской Федерации может, при увидев Алексея Алексеевича на улице, применить ему гражданский арест. О чем будет, как понимаю, согласно, ну, там государство ему компенсирует, о том, что человек, что он задержал Алексея Алексеевича, привел в отдел полиции. Гражданский долг выполнил. Да, тем более гражданский долг выполнил. Я считаю, что на сегодняшний момент, уважаемые граждане, если вы увидите данного гражданина, воспользуйтесь своим конституционным правом. Гражданский долг нужно выполнять. Алексей Алексеевич, вас Вадим Юрьевич приглашал в зал, вы побоялись его, но вы не побоялись ударить меня в зале суда. Давайте мы с вами встретимся в спорзале один на один. Я могу быть третейским судьей. Будет третейским судьей, и мы решим с вами спор как мужчина с мужчиной, без каких-то либо последствий. Мне кажется, что он откажется. Нет, он не откажется. Он не сможет прийти, потому что он будет занят. Когда я попросил ему обратиться к сотрудникам полиции, я оставил ему на ресурсе наш надзор. Я говорю, уважаемый Алексей Алексеевич, вас разыскивают сотрудники полиции, дайте разъяснение, объяснение, почему вы не являетесь по повесткам. На что мне ответили. Алешка занят. Ему Алешка занят. Да, Алешка занят, он находится в командировке. У него много, он не засланный казачок. Уважаемые граждане, конечно, не смешно, не обидно, но я считаю, что на сегодняшний момент люди, которые борются за справедливость, которые хотят показать о том, что их дела белыми, чистыми и в действительности для граждан, для обыкновенных, скажем так, обывателей, так не поступят. Как поступает всем известный херой Алексей. Дело в том, что, конечно, хотелось бы назвать его автопоставщиком. Мы просто не имеем права на это. Нет, мы не можем. Мы не можем так назвать. Мы не можем его назвать. Но могут так назвать зрители. Но и могут назвать зрителей. У вас есть полностью все основания для этого. Но мы не можем себе этого позволить назвать Алексея целым автопоставщиком. Много вот так вот такая ситуация случилась. Все это смех смехом. Но, скажу так, то поведение, которое имеет место быть, и то, значит, действие со стороны Алексея Шамардина, которое он произвел по отношению к видео, которое ранее он опубликовал, а сейчас вы его не найдете на ресурсе на его, оно доступ ограничен по ссылке. И чисто случайным образом ввел в поисковик, связанный с этой ситуацией в Яндекс. И вы не поверите, мне высветилась статья, статья комсомольской правды, где она освещала эту ситуацию. И там же это видео висело. Мне просто нужно было перейти по нему. И я попал на его канал, где под видео написано только доступ по ссылке. Это называется фиаско, братан, плохо скрываешь. Нужно было ограничить доступ вообще, либо удалить видео, балбес. Учите всему надо. Момент другой. То, что написано рукой, не вырубишь. Ничем. Ну, написал прессу, решил светануться. Светанулся. Но вопрос в другом. Закон-то оказался. На стороне гражданки. Она абсолютно невиновна. Дело в том, что, по моему мнению, я его выражаю, имеет место быть мое мнение, значит, Алексей намеренно, по моему мнению, потому что это видно на видео, совершил вот это вот... Злодеяние. Злодеяние. Потому что видно, как он ногу подставляет, как он имитирует. Попробуй меня привлечь к ответственности за мое мнение. Всеми своими действиями ты показываешь свою подлость, подлючесть. Как еще назвать? Вы сами, друзья, видите, понимаете и напишите это в комментариях. Потому что сотрудники полиции даже написали, что к действиям господина Шамародина свидетели одного и второго не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Нелогичны, что является основанием относиться к ним критически. Господа, вам даже полиция не верит. Да, Алексей, это фиаско, братан. Это фиаско, братан. Я так и знал, что ты только так можешь поступить. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание, за то, что посмотрели этот сюжет. Надеюсь, вы оцените его по достоинству и распространите это среди жильцов вашего Жека. Все, всем пока. Ждите новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...